да вот такой вот я загадочный романтичный всем привет меня зовут дима и это новое видео на моем канале спустя два месяца отсутствия загулял немножечко немножечко пропадал что будет слиться на меня из-за этого я очень соскучился по вам и сегодня поболтаем в такой уютной атмосфере постараюсь максимально развернуто отвечать на вопросы которые мне задавали в моем telegram канале самое время на него подписаться буду прямо в процессе рассуждать делиться мыслями и думаю будет интересно давайте начнем первые же вопросы на нем больше всего лайков он самый популярный начнем с него если сейчас отношения романтического характера я думаю вы не перестанете задавать этот вопрос пока я просто в один момент не отвечу на него есть да и нет я сейчас не в отношениях я в своем холостяцком периоде и на сегодняшний день чувствую себя как-то гармонично в этом этапе уверенно спокойно что за последнее время прожил просто все этапы начинает самого дна где я уверен в том что меня никто никогда не полюбит я никому не нравлюсь я ужасный человек недостоин любви я вам серьезно говорю это состояние я не могу сейчас его уже воспроизвести но я помню что я был убежден в том что это правда и потом в противоположную сторону где уже все хотят меня поцеловать в общем в очередной раз убеждаюсь как все сильно зависит от твоего состояния и как та призма через которую ты смотришь на мир не имеет никакого отношения к реальности и что реальность создается у тебя за счет этой призмы то есть момент упадка для меня реальностью являлось то что меня никто не любит никто не оказывает мне знаки внимания хотя это было но я ну я помню что это было сейчас но я в упор этого не видел потому что в тот момент находился в таком состоянии не был уверен в себе и условно даже не замечал или не мог поверить в то что это правда как наоборот когда ты чувствуешь себя уверенно у тебя позитивное нормальное состояние и это взаимно работает с миром от себя к миру а не от мира к себе в общем я сейчас в том этапе где мне не хочется никакой романтики мне еще очень полегчало когда я стал более раскрепощенным и простым в общем открылся к тому чтобы закрывать какие-то потребности без отношений и меня на сегодняшний день это устраивает тем более что я чувствую что я хотел бы я планирую так что следующие мои отношения будут с человеком с которым я уже буду строить семью я мечтаю о семье я очень хочу быть папой хочу детей и как будто бы без расчета на это я уже не хочу вступать в отношения но на сегодняшний день честно говоря и симпатии нету возможно я бы по-другому говорил если бы у меня была какая-то искорка ёкнуло сердце и мне снова захотелось каким-то человеком проводить очень много времени без расчета на то что это будет про что-то больше ну типа гостро ой не знаю нет как будто бы ну короче поживем и видео все просто отношения ради отношений но кстати это видео я первоначально хотел снимать со своим племянником ярославом я также просила задавать ему вопросы хотелось записать как он рассуждает как он будет отвечать но он очень сильно застеснялся и я решил уже его не мучить съемками и мы просто продолжили отдыхать тасоваться смотреть мультики валяться и как же круто иногда побыть ребенком я за это обожаю время препровождения с ярославом я думаю вы слышали о том что в каждом из нас живет три личности это ребенок взрослые и родители и для того чтобы жить счастливую гармоничную жизнь должен быть баланс между тремя этими личностями так вот я в какой-то момент осознал что во мне очень много рационального серьезного взрослого в том числе родителя мне очень сложно проявляться как ребенок веселиться отдыхать быть легким на подъем быть более спонтанным как раз таки за все это отвечает ребенок в том числе за творческие проявления я начал это замечать над этим работать немножечко больше своего этого ребенка проявлять и все это осознать мне помогла психология очень важно заботиться о своем психологическом здоровье и консультироваться со специалистом чтобы жить классную счастливую жизнь найти своего психолога можно на сервисе ясно это первый и самый крупный в россии сервис подбора и видеоконсультации с психологами очень удобно что у них есть не только браузерная версия сервиса но и приложения которые доступны на android и айос нравится что есть индивидуальный подход при регистрации на сервисе специальный алгоритм подбирает психолога с учетом сложности которые вы хотите обсудить удобного времени и пола специалиста еще у некоторых психологов есть видео визитка можно посмотреть как специалист говорит и познакомиться еще до сессии чтобы с первого раза попасть к максимально подходящему специалисту и у меня для вас есть промокод ермузевич на скидку 20 процентов он действует на индивидуальные и парные сессии считаю что на сегодняшний день заниматься с психологом должен каждый это очень здорово чтобы сохранить свое стабильное состояние и проходить сложные ситуации с грамотным специалистом для начала blitz опрос это легкие вопросы очень быстро и ты отвечай сразу не задумываясь просто для знакомства с нашими зрителями хорошо сколько тебе лет любимый цвет как у меня любимый мультик топ любимая марка машины почему а ты по себе какую хотят правда любимая еда сосиски и куриные клетки любимый блогер все правильно привет вот любимая песня а ты напевал такую птичка нравится тебя лети пташка следующий вопрос бывает ли тебя одиноком давайте порассуждаем на тему одиночества я уже признавался в том что я контрзависимый человек может быть не крайняя степень но близок к этому редко пишу первый очень много провожу времени сам собой но на сегодняшний день как-то сложилась какая-то гармония вокруг этой темы что делает меня гармоничнее это моя деятельность потому что я сейчас очень активен в жизни а я хожу на мероприятия знакомлюсь с людьми а провожу разные съемки и это так сказать подталкивает меня на то чтобы больше общаться и не быть одиноким и мой круг общения тоже это балансирует со всеми близкими людьми мы знакомы уже не первый и не пятый год и не десятый все друг про дружку все знают и даже если там когда-то и не написал первый никто не стесняется мне написать и всегда рад встречи просто вот в силу опять же своего характера не проявляюсь так сильно к людям и действительно готов остаться один вот касаемо готовности остаться одному это как раз есть вот это вот травма которая лежит в основе этой контрразвисимости все остальное но вот это вот занудство мы с вами обсуждать не будем следующий вопрос тоже интересно хочется его обсудить поподробнее нужно ли прощать обиды и если у тебя то что не можешь простить я недавно думал над этой темой рефлексировал мне есть что сказать я считаю что прощать нужно обязательно первую очередь это нужно делать для самих себя потому что прощение это эгоистичный поступок но если в шутку так говорить это в любом случае сделает вас лучше потому что когда вы держите обиду на другого человека вы постоянно носите его на себе и он тяжелым грузом висит на вас забирает вашу энергию ваши силы ваше здоровье вы даже через какое-то время можете забыть про обиду вообще забыть ситуацию но если вы не простите не разрешите этот вопрос груз вот этой обиды он все равно останется с вами даже если вы уже не помните при этом как мне кажется не обязательно коммуницировать даже с человеком который вас обидел если вы этого не хотите и он даже не обязан просить у вас прощения потому что обида как и любая эмоция это то что вы самостоятельно взращиваете в себе то есть это тоже ваша ответственность и вот вы ее взрастили соответственно вы же сами ее и то есть это ваш внутренний процесс от и до и другой человек вообще не имеет к этому никакого отношения мы часто думаем как можно простить человека ведь он так плохо со мной поступил это несправедливо зачем его прощать потому что в этот момент вы не думаете о мотивации прощения и не понимаете соответственно зачем это делать за тем чтобы вам было супер у вас не было проблем эмоциональных со здоровьем да но вам надо есть ли то что я не могу простить есть то что трудно прощать я учусь есть то что кажется что ты простил а потом оказывается что нифига не нужно еще глубже как-то в эту обиду пойти копнуть ее понять потому что часто сложно понять другого человека но это возможно лучше это сделать самостоятельно без помощи вселенной потому что знаете как бывает мы думаем как же можно так поступить я не понимаю и мы осуждаем другого человека за какой-то поступок а жизнь такая как так можно поступить сейчас покажу смотри и ты оказываешься в ровно таком же положении в ровно такой же ситуации где тебе приходится поступить так же как человек которого еще вчера ты осуждал поэтому не зарекайте или наоборот теория радикального прощения ты продолжишь снова и снова попадать в похожие ситуации уже другие люди будут похожим образом тебя обижать на ту же тему того самого момента пока тебе не придет осознание и ты не отпустишь и не простишь вот все это эти немножко закончим с коучингом чего-нибудь повеселее обсудим очень веселый вопрос но он просто в продолжение этой темы хорошо его тут будет затронуть немножко тоже расскажу вам подробнее какие у тебя отношения с отцом я наверное впервые касаюсь этой темы с папой мы не поддерживали общение очень много лет когда я был маленький он ушел из семьи если это вообще можно так назвать потому что там такая ситуация оказалась это реально просто сценарий для сериала на netflix я не шучу но я не готов пока что это рассказывать мы не общались с папой много лет до момента пока прошлым летом год назад я не решил с ним связаться списаться и договориться о встрече я узнал у него город где он живет адрес и отправился один туда что было дальше пишите в комментариях на сегодняшний день мы в нормальных отношениях не супер близки но тем не менее поддерживаем общение и я рад что решился на это повлиять планируешь ли ты в скором времени менять квартиру я уже год живу в этой квартире чудесный этот год честно говоря пролетел просто незаметно мне кажется я только-только переезжал я кажется впервые понимаю что мне хочется немножечко осесть в плане жилья очень не полюбилось это место она продолжает меня вдохновлять квартира мне не надоело тут еще можно немножко навести суеты чуть-чуть что-то обновить так как я скорее всего переезжать не буду и продолжу на следующий год оставаться в этой квартире мне кажется будет хорошо ее обновить как минимум потому что я до этого много-много лет переезжал каждый год осенью и у меня уже даже якорем сложилось так что я всем телом ощущаю вот этот переезд с приближением осени в этом году его не будет и мне кажется можно сделать бета-версию как минимум тем что просто добавить еще какого-то декора немножечко что-то улучшить сделать еще эстетичнее комфортнее немножко по-новому у меня в целом сейчас жизни такой этап поделюсь своими немножечко хорошим надеюсь не спугну хотя все равно не избежать вот этих волн когда что-то очень круто потом снова все тупо потом снова все круто и вот в общем сейчас мне очень нравится мой быт мне нравится как складывается моя жизнь квартира это важный аспект и я очень доволен недавно переписывали собственницы квартиры и она сказала что есть ощущение что эта квартира всегда была моей она настолько мне подошла и реально точно так же чувствую так что пока что планирую жить тут если у тебя какие-то советы для поддержания уюта в доме да у меня имеются такие советики значит первое самое главное то что максимально быстро создает уют переехал ты не переехал ты просто сразу наполняется квартира теплом это домашнее животное конечно же с появлением августа любое место где я с ним становится домом и за очень быстрый срок происходит адаптация срок это правильное слово прозвучало как-то странно сейчас просто 12 ночи у меня уже шарики за ролики домашние животные создают максимальный уют особенно коты как мне кажется также живые цветы и свечи наглядно демонстрируем и плюс к свечам еще другие источники света не основные которые из потолка а какие-то лампы вот опять же даже как сейчас у меня здесь небольшой источник и света и здесь понятно что он выстроен для видео но тем не менее даже расставить где-то их по комнате не включая основной свет в доме создается максимальный уют этот свет можно делать цветным я его ставлю тоже за телевизор и иногда добавляю вайба такого короче источники света но уже не советую вот эти вот ленты светодиодные потому что не актуально выглядит не стильно есть вот такие лампы типа моей я здесь напишу что это за бренд она сама по себе стильно выглядит можно не ставить прям такой ядерный яркий цвет просто какой-нибудь оттенок где-то подсветить очень эстетично будет выглядеть вообще делайте что хотите шоу меня слушать стало ли проще жить с ассистентом заметил ли ты разницу да у меня уже два месяца работает ассистент это не личный ассистент по всем бытовым любым вопросам все равно все что касается моего расписания своей жизни этим занимаюсь сам с ассистентом мы работаем по творческим задачам по контенту где-то что-то подснять помочь привести какой-то реквизит еще что-то и естественно это очень облегчила жизнь как и любое делегирование по любым вопросам потому что в какой-то момент ты уже сам физически не успеваешь просто какой-то съемки где-то забронировать студию купить реквизит и так далее я даже по моему делился в каком-то из блогов давнишних что меня это очень утомляет я хочу заниматься творчеством из-за того что отвлекаясь на вот эти все мелочи у меня ресурс израсходуется так вот это решилось просто максимально быстро и просто надо было это сделать раньше но все хорошо как мне кажется у нас есть match нас уже даже была одна командировка на выкафест в питер я об этом попозже еще расскажу немножко вот поэтому да я очень доволен и рад как-то организуешь съемки насколько серьезно подходишь к процессу и готовишься или бывает что просто отдаешься момент если мы говорим про фотосъемки где я выступаю как фотограф от прям выступаю где я являюсь фотографом то я вообще не готовлюсь уже очень давно типа я могу какие-то референсы поискать но это очень редко под настроение чаще уже это такой процесс наверное профессиональный какой-то с опытом приходит когда в момент ты уже включаешься и не делаешь это чем-то сложным делаешь это легко делаешь это быстро я очень люблю долгие съемки но конечно же не сразу так было раньше когда я только начинал я очень готовился все продумывал плюс это еще связано с тем что сейчас я нашел какой-то стиль я в одном направлении двигаюсь мне нравится в нем развиваться мне нравится что есть почерк что мои работы узнаваемы и даже где-то если они опубликованы без авторства все равно в комментариях я вижу что люди пишут о это дима фотографировал ну и собственно в своем стиле я могу снять даже закрытыми глазами даже ночью не разбудите я пофотка вот так вот но если это какой-то эксперимент что-то не похожее на то что я обычно снимаю конечно я подготовлюсь и подумаю заранее над тем как это может выглядеть что сделать условно например если я пойду снимать искусственным светом я обычно так не делаю для меня это неестественные условия съемки я перед этим подготовлюсь посмотрю схемы посмотрю рефы и чтобы не тупить собственно в процессе правильно ли я понимаю что сейчас ты постепенно уходишь с ютюба конечно же нет с ютюба я не ухожу просто крайние два месяца которые я не снимал они были достаточно сухими для съемки влогов а не такими веселыми и бытовыми я сейчас объясню просто влоги я люблю снимать про жизни про какой-то быт и вот именно в крайнее время его было достаточно мало у меня было много работы и много каких-то съемок мероприятий а я честно говоря не очень люблю снимать бэкстейджи вот эти вот все процессы рабочие вообще не вайп вот вайп это типа переезд или там какой-то быт как я обустраиваю квартиру или вижу с друзьями или какая-то поездка я думаю сами понимаете сами любите это смотреть или какие-нибудь распаковки что-то такое последнее время было много работы и мне есть над чем задуматься потому что у меня немножко вот этот ворк баланс чего баланс ворк лайф был нарушен было много ворк мало лайф нужно немножко возвращать и добавлять больше лайф в том числе и вдохновение появится наверное на влоге чтобы эту лайф показывать расскажи что нового произошло за летом наверное самое яркое событие это был века фест тем более что в этом году он проходил в разное время в москве и в питере а не как в прошлом году в одно время когда мы в один день выступили на века фесте в москве а потом на самолете ночью летели в питер и выступали во второй день там сейчас между фестами было две недели и мы оба дня были в каждом из городов сначала был фест питере мы туда прилетели там были просто жуткие дожди все было в грязи все было мокрое все были мокрые но вспоминать это прикольно уже есть в этом какой-то уют и питер такой был классический дождливый питер но самое смешное что позже в москве спустя две недели именно на века фесте снова шел дождь отдельно хочу выразить благодарность всем кто пришел на мое выступление на встречу со мной в питере и в москве это всегда очень ценно и трепетно спасибо большое что вы поддерживаете что для тебя комфортный человек наверное в первую очередь это искренний человек который является собой не старается казаться кем-то другим и в целом не старается очень сильно понравится это всегда очень заметно и это вообще минус вайп соответственно тот кто уверен в себе расслаблен и рядом с этим человеком хочется тоже расслабиться тоже быть собой вот это комфортный вайп обеспечиваешь ли ты семью помогаешь ли деньгами я поддерживаю финансово но не обеспечиваю свою маму для меня очень важно с эмоциональной точки зрения оставаться для своей мамы и ребенком не брать за нее ответственность не являться ее родителем или мужем а финансы и обеспечение полное это очень важный аспект в таких взаимоотношениях я думаю надеюсь что мы сейчас сепарированы моя мама отдельная личность здесь способный человек который работает так же как и я если ей нужна помощь я всегда рядом поддерживаю и буду помогать и поддерживать но как я уже сказал это отдельный человек и нести за нее ответственность брать ее под обеспечение я не готов что на этом все я уже так наболтался что у меня голос сел спасибо большое за просмотр я очень соскучился и если вы тоже и досмотрели это видео до конца напишите в комментарии что-нибудь типа 6 я в шоке давайте такого плана сделаем и конечно искренне напишите если вам есть что сказать по какой-нибудь теме добавить может в процессе видео возникли какие-то мысли может быть что-то схожее с вами я говорил и есть какая-то близость или наоборот вы с чем-то не согласны будет очень интересно почитать конечно же ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал если вдруг по какой-то причине очень подписаны но я не понимаю туда и пусть удачи всегда будет с вами всем пока